Снова здорово, господа, на связи Роман и канал Фрисенгеймс, у нас Resident Evil 4, мы все так же продолжаем. Хорошо, пошли, нам куда? Нам туда, куда мы хотелось бы, вроде как... А, да, нам же надо тупо вернуться обратно в деревню, соответственно, мы пройдем вот эту локацию, соберем сокровища, там сохранимся, ну и посмотрим по времени, что у нас останется. Это останется серии, как и планировалось, мы будем делать так же по 40-45 минут, я думаю, этого более чем достаточно для Resident, уж не имеет смысла делать их часовыми уж точно. Ну и 30-минутные не всегда тоже будет удобно, только из-за печатающих машинок. Ладно, побежали, поехали, добежим до нашего места назначения. Вот этот медальон, который мы с тобой собирали, если я не ошибаюсь, он вставляется вот в эти ворота, да, все верно. Открыть, конечно же, кажется, в шестигранном углублении, в шестигранном углублении можно что-то вставить. Шестигранный хрен. Так, вот это, пожалуйста, объединить вот с этим вот, и вот это, пожалуйста, использовать вот с этой дверью. Использован предмет шестиугольный амулет. Хорошо, я открываю. Я открываю, пошло размытие, какое тяжелое слово-то. Я пошел. Есть тут кто? Кто тут есть? Есть тут по-любому кто-то должен быть. Не может быть, чтобы никого не было. Никого нет, прикинь. Мусорка. Мусорку шмалить, проверить нельзя, шманануть, так сказать. Что-то где-то скрипит. Ага, еще одна бочка. Почему бы и нет? Так, есть, я нашел. Тысячу двести песет. Нам бы, торговцы, пистолет прокачать. Было бы весьма неплохо. Как я понимаю, здесь мы больше нигде пройти не можем. Да, то есть нам напрямую надо отправляться уже непосредственно в это здание. Здорово нахуй! Опа. Я вижу сокровища. А как нам туда и попасть? Очень хотелось бы эту маску получить. За ожерелье, напомню, в прошлый раз нам дали десять тысяч. А десять тысяч это ого-го, ого-гошеньки. Это сразу можно купить автомат. Пацаны, я тут. О, я вижу. Я слышу. Вот ты где. Здравствуй. Здравствуй, нос. Ты нифига шустрый, слышь? Да, ну что ты будешь делать? Ой, идёт, ой, ой, идут. Ты не оборзел ли, слышь? Так, я пошёл. Да подожди! Ёбана! Чудак, какие-то вы не гостеприимные, ребят. Ну чё? Я ваш гость. Гостям надо быть доброжелательнее. Мимо. Ага, сейчас открою дверь, подожди, подожди. С хилками беда на самом деле. На самом деле. Поэтому особого здоровья тратить нельзя. Сказал тебе, при этом будучи на грань. Тихо! Бля, пять патронов, всё. Патронов больше нет. Так, это деньги, это хорошо. Это... А, вот, а вот и патроны прилетели. Музыка не ушла. Знаешь, где-то ещё один есть. Ещё где-то есть, дурочки. Ага. Где-то есть, но не знаю где. Есть у меня одна зелёная трава. Я могу, конечно, чуть-чуть подлечиться. Но я лучше объединю её и подлечусь прямо очень хорошо, сильно. Одна зелёная трава восстанавливает очень мало здоровья. А где ещё дурачки-то? Странно. Во-первых, я не вижу, где дурачки. Во-вторых, я... А, это я выпрыгнуть в окно. Это я выпрыгнуть в окно. А как... Сокровища мне забрать? Вон там, через доски, я понял. Красиво. Ух ты ж, блядь! Но не успел я в первый раз среагировать. Не успел. Всё, песец. Придётся тратить яичко. Как не хотелось этого делать. Блин. Очень неожиданно было. Очень неожиданно. То, чтобы были дурачки, это я в курсе. Но чтобы дурачки с динамитами... О, хорош. Дурачки с динамитом, это мощно. А как бы мне тут пройти? Братан, слушай. А на тебя капканы твои же работают, нет? Хуйца, да? Что качал до второго уровня урон, что не качал. По-моему, одинаково получается. Так, ещё идут, походу. Дверь же не просто так открылась. Нет, не просто так. Здравствуй. Не вздумай. Я только-только подлечился. И прыгнул, главное, в капкан. Охереть. Ладно, хорошо, что он не сработал. А то было бы грусть-печаль. Так, это я денюжку взял. Это я открыл, нашёл немножко шпинель. Это опять же денюжки. Это нам надо. Хорош. Ещё патрушки. Шикарно. Ну, патронов на пистолет, конечно, мне не хватает. С моей-то меткостью... Урон низкий. Низкий урон. И меткость, конечно, да. Хотя меткость по первому уровню была 85%. Для меня это очень весьма-таки неплохо. Ну и как мне сюда? Вот так вот. Есть. Взять. Элегантная маска в вашем дипломате. Да, она в моём дипломате. Хорошо, что сокровища ложатся в отдельный отсек. И не занимают места. Потому что если бы они ложились в один и тот же отсек, это было бы... Ой-ой-ой, как тяжело. Был бы выбор. Либо патроны, либо хилки, либо сокровища. Прикинь. А это уже не есть хорошо. Так, ещё одна трава. Ещё одна трава. Я могу... Не, не буду пока объединять. Я не знаю, с чем мне придётся в будущем объединять. Поэтому я пока и не буду трогать. Здравствуйте. Ага, никого. А я хоть туда иду? Хотя у меня особо выбора-то нету. Мне в любом случае идти только туда, куда... Разрешает игра. Здесь линейка достаточно жёсткая. Что ты орёшь? Блядь. Блядь! Я и так попасть не могу. Он ещё прыгает, скачет. Ты посмотри, олень какой. А сразу ты упасть не мог. Ладно. Так, мне наверх или вниз? Можно я посмотрю, что внизу? Давай вниз сходим. Можно было по лестнице аккуратно спуститься, а не так жёстко просто взять... О, ебать, рыба! О, ебать, рыба! О, ебать, рыба! Ой, тут что-то есть. Граната. Баблище. И, походу, всё, да? Да, через это я могу перелезть? Нет, не могу. Значит, только остаётся взбираться обратно. И выбираться наружу. А тут это воняет, канализации. Канализации прёт. Так, да. Сейчас мы с тобой поднимемся, и где-то слева должно быть сокровище. А, это переход. Так, вороны. Раз. Два. Блин, это деньги. Ну, почему не патроны? Деньги, конечно, хорошо, я не спорю. Но, по-моему, у торговца нифига нет патронов в продаже. Либо я каким-то образом, чудом, это всё дело просмотрел. Так, медные карманные часы в вашем дипломате. Хорошо, спасибо, благодарю. Здесь я забрал деньги, естественно. Здесь я забираю деньги, это тоже само собой. Бля, ворона одна улетела. Ну, хрен с ним. Хрен с этой вороной. Ещё один знак, смотри, пожалуйста. Этот знак, дальше снова будут ловушки? Да, по-любому, дальше будут снова ловушки. Это же резидентушка. Ещё скажи спасибо, что я тебя на капкан ни разу не поставил. Когда ты вот ещё на капканы начнёшь попадать, тогда будет вообще интересно, весело, бодро, задорно. Так, и... Чпонь. Так, есть. Есть на попе шерсть. А как мне через капканы-то проходить? Ага. Весьма удачно мы прошли. Так, давай сверимся с картой. Дом, там, сохранение, в нём. Я не люблю в узких пространствах воевать. Вот, очень не люблю. Перестрелка в узком пространстве, это прямо, ну, не моё. Это чё? Большой хрустальный шар, он может вращаться. В какую сторону повернуть шар? А, чё? А-а-а! При повороте шара что-то произошло. Ба, это личный кабинет этого дурачка? Допустим. Что? О-о-о! А есть ещё что открыть? Так, нашёл какой-то ключ. Ключ с символом в вашем дипломате. Допустим. А-а-а! Здесь книги написаны на английском. Но у меня нет времени читать их. Конечно, особенно, когда не знаешь английского-то. Взять записка старосты. Согласно инструкциям лорда Садлера, я взял агента и оставил в живых. Почему нельзя было с ним сразу же покончить? Я не совсем понимаю инструкции лорда. К тому же, я бы не стал связываться их, связывать их вместе, как было приказано. А держал бы отдельно. Но это про нас с этим. Я не думаю, что Луис станет доверять чужаку. Но если они начнут действовать сообщать, ситуация может усложниться. Если агенту помогает кто-то ещё, думаю, что это ему будет только на руку. Но может быть в этом и заключается замысел лорда Садлера. Оставить нас уязвимыми для тех, кто помогает агенту Исера, если действительно им кто-то помогает. Вряд ли это возможно, но если чужаки уже среди нас, то нашим планам пришёл конец. Полагаю, лорд думает, что стоит рискнуть, если мы сможем остановить тех, кто тщательно скрывается. Как бы то ни было, это приказ лорда. И мы выполним его беззаговорочно, как всегда. Хорошо. 17300 писет у нас с тобой есть. Это я открыл. Это я забрал. И ещё плюс тысяча. Итого 18300 писет. Лорда, значит, мы с тобой обокрали. В окно мы выйти не можем. Не знаю, хорошо это или плохо. А здесь мы дверь, конечно же, откроем. Почему бы не открыть? И у нас какая-то заставочка, да? Хорошо. У, какой лысый. Это большой шишкой этот, по-моему. У, сука, вот он. Прямо как тиран. Больно. Ой, а что с глазами? Это от одушения кровь в глаза пошла? Или что? Это не может быть. Что за херня? Слышь, то, что ты в меня сперматозоида подсадил, это не значит, что я теперь на твоей стороне. Вот и я о том же. О, конец главы. Меткость 88, всего 86, убито врагов 52, количество смертей 2. Ну да, немножко со смертями, конечно, пошло не то, не туда-се, не сюда-се. Но меткость, кстати, увеличилась. Была 85, стала 88. Откуда? Не знаю. Мне показалось, что в этой главе я стрелял на порядок хуже. Леон, я нашла кое-какую информацию. Она может помочь вам. Говорите. Кажется, здесь замешанная религиозная группа. Они называют себя Лос Иллюминадос. Лос Иллюминадос? Ну и название. А я тут нечаянно столкнулся со староста этой деревни. Вы в порядке? Да. Он мог бы убить меня, но почему-то не убил. И сказал, что у меня та же кровь, что и у них. Даже не знаю, что это значит. Та же кровь? Ммм. Интересно. Ладно. Есть гораздо более важные вещи, с которыми нужно разобраться. Вы правы. Спешите, Леон, найдите церковь. Окей, дамочка. Хорошо, дамочка. Это я тоже забираю. Это дверь, откуда я пришел. Это окно не мое. Выйти я в него не могу. Хотя Леон неплохо заходит и выходит в окна. Прямо хорошо, красиво. Так, это дверь. Это дверь на улицу? Так, нет. А куда эта дверь ведет? Не понял. Не понял, куда эта дверь ведет, но здесь можно сохраниться. Ага, и можно еще что-нибудь... О, винище. Яечко. Хорошо. Яйцо мы продаем. Яйцо продать это 300. Нет. Я, пожалуй, пока рано выходить отсюда. Я, пожалуй, пока не соглашусь. Я лучше сохранюсь. Возьму, не знаю, зачем. Хотя мы недавно вроде сохранялись, но пусть будет. Лишнее сохранение лишним в резиденте не бывает. Проверить. Здесь изображено озеро. Наверное, оно в окрестностях. Хорошо. Но купаться мы с тобой не пойдем. Кажется, те, кто живет в этом доме, едят обычную пищу. Потому что это нормальное. Здесь нормальные люди. Ну, как сказать нормальные. Опа. Мое. В окно опять я выйти не могу. Книжки, видимо, опять на английском. Кажется, люди здесь ведут самую обычную жизнь. Они даже книги читают. Не уверен. Если есть в доме книга, это не значит, что она прочтена. Это я тебе серьезно говорю. Я тебе открыто заявляю, как владелец книг дома. Если они есть, это не значит, что их читают. Здравствуйте. Блядь. Ты дурной, что ли? Ты хули тут делаешь? Сказали же, что это дом для нормальных. Ты тут какого ляда вытворяешь? Блядь, дверь еще сломал. Охренеть. Я не виноват, он на меня напал. А, ножом нельзя, да? Ну ладно. И что? В этом доме пользуются туалетом. Кажется, цивилизация дошла и сюда. То есть я сюда просто зашел, чтобы пострелять? Столько патронов пустую. Это, конечно, писос. Ну ладно. Можно было бы, конечно, загрузиться и как бы не тратить патроны на этого чмыря. Ну ладно, что сделано, то сделано. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Идешь ты нахуй. Это чувак с бронебойной башкой. на нахуй тихо а у него еще один у тебя сколько там топоров то дядь пошел нахуй ну конечно сейчас самое время перезаряжать а ну я думал просто что он все шесть будет перезаряжать он перезарядил всего 2 бросит у кака брось как вы эти говорю бля не режется да сдохни так ну-ка тебя нахер повернись наконец-то охереть он дурной рубин рубин это конечно хорошо рубин это конечно хорошо вот бронированная чмыри это плохо еще кто то есть блять нормально нормально да не в голову да не красиво но зато по грудаку ему просто нашмалял свинца и пошел он нахуй все нормально мы выжили мы отбились мы красавцы идем сюда ты чё дура как у есть прекращай я ебу что 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 не так то хватит меня пугать не это конечно классно вопросов нет но может может серьезно уже завязывать так еще одну зеленочку сюда добавить а что смесь трава зеленый плюс красная может быть соединят только зеленый а я что делаю не зеленую что ли добавля а то есть это еще одну красную наверно можно добавить да хорошо а яичко тоже здоровье восстанавливает так это же не золотое было это же было по моему корич или мне показать я чё зря золотой под блять вау пацаны пацанчики так а давайте-ка я вам кину зажигательную ручную гранату как на а то есть подальше ты не мог был кинуть дебил еще бы под ноги себе кинул почему такой маленький то этот и где что нахер я думал он реально гранату дальше кинет почему так рядом то ладно мое упущение на будущее буду знать зажигательный мне почему-то жалко стало вот серьезно но не знаю почему мне кажется зажигательная лучше на кого-нибудь на черта с бензопилой ну ёбанок а рёбана не подходите не подходите прошу вас блять где ты идешь нахуй спокойно 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 спокой а вы откуда здесь делись яж вас тут перебивал я же в деревню обратно вернулся разве нет пошел следующий отлично так не беси меня мужик Так, перезаряжаюсь, пока никого нет. Ещё будут желающие? Да, смотри, идут желающие. Раз, два. Между ними. Красиво. Чисто по толпе. Так, ну вроде побезопаснее стало. Давай обратно пистолет. Чё ж так напряжённенько-то? Да, классические игры тут... Как отлично! Ему челюсть вовремя отстрелил. Классические игры дают о себе знать. Это тебе не современное шутаньё. Кто ещё где есть? Кто ещё где есть? А, кстати, где медальоны-то? Они же... А-а-а! Медальоны, они будут здесь. Они будут здесь. Здесь я всё собрал. Блин, ну там два сокровища упустил. Сгонять за ними по-бырому. Опа! Опять ты! То есть, я вообще ничему жизнь не учит. В прошлый раз ты там стоял, сейчас ты там стоишь. Дед, ну ёбаный дед в рот. Ну хватит по крышам ходить. Ну серьёзно, ну не молод же уже. Кто-то... А, ещё один. Так, допустим, сразу минус. Где-то ещё есть. Где-то ещё есть, потому что музыка говёная играет. Блин, там деньги наверху остались. А, вот, смотри. Блин. Один патрон лишний высадил. Всё, отлично, всех перебил. Это я молодец, конечно. Так, это я забираю. Пошли за сокровищем сгоняем. Два сокровища возьмём, а торговец... А, торговец-то, по-моему, не здесь. Блин, а где торговец был? Нет, торговец вообще в другой стороне. Блин, ну ладно. А, ладно, шоколадно. Нам сейчас как? Нам теперь напрямую пройти просто-напросто в правую дверь. Да, там забрать два сокровища, сохраниться и можно отекать обратно. Ну это мы быстро. Тем более перестрелок здесь не должно быть. Мы уже всех перебивали по красоте. Так, я же сюда пришёл. А, нет, ещё дальше. Не знаю, почему я решил, что здесь, при условии, что только что по карте смотрел. Так, я туда иду? Да, ну здесь хотя бы не промазал. Ладно. У меня плохо с картографией. Я во всех играх всегда забываю, куда идти. Постоянно. Так, здесь я помню, здесь камень катился на нас. Большой такой охуенно здоровый камешек был. А где здесь сокровища мы умудрились пропустить? Это, видимо, где-то шпинельки, вот эти кристаллы валяются. Они потому что маленькие, их можно было пропустить, да. Но остальные-то я не знаю, как пропустить. Мы вроде везде всё облазили. У нас сокровища где-то, получается, за этим домом. Так, это капкан раз. Это растяжка, это неинтересно. Подожди, а где? Где-то прям туда, куда я смотрю? Ай, точно, гнёзда. Ёптель, я забыл про гнёзда. Серьёзно говорю, я совсем забыл про гнёзда. Вот это я даю. И ещё одно сокровище где-то должно быть. Ага. Это мне через дом уже надо идти. Сим-сим? Где тут? За углом. Не понял, где туго? Ах ты ж, ёпернокорёбана. Так. А где тут сокровища? Не понял. Интересно. Тут проход есть. Прямо передо мной должен быть... Так это, наверное, на обратном пути, когда я буду идти. Здесь я сейчас не смогу пройти по-любому. Да, это, скорее всего, на обратном пути. Мы с тобой возьмём сокровище. Ладно. Ладно, хорошо, это я понял. Это я понял. Это я понял. Пошли обратно. Сохраниться? Давай сохранимся. Ну, а и сохранимся, почему бы и нет. Перестрел какая-то тяжёлая была. Прям силы из меня всё. У, забрала сразу. Пошли домой. Ну, как домой? Обратно домой-то нам ещё не скоро. Так. Сейчас мы, получается, идём на ферму, да? То есть мы проходим здесь. Так, здесь у нас закрыто. Да, мы идём с тобой на ферму. А вот М. М, М, М. О, торговец. Отлично. Сейчас как раз в торговцу зайдём. Прокачаем с тобой пистолет. Не знаю. Может быть, что-то и купим. Продадим-то точно. Насчёт покупки пока не знаю. Автомат брать. Такое себе удовольствие. Я просто не вижу на самом деле смысла покупать много оружия. Почему? Потому что у нас не так много патронов, чтобы... Точнее, не так много места, в принципе, под все эти патроны, под всё это оружие. Я не знаю. Апгрейды для оружия? Да. Притом для того, который часто используем. Какое здесь оружие? Классный пистолет. Потому что много патронов. Ружьё, которое помповое, хорошо, потому что толпу шикарно валить. Автомат? Не знаю. При условии, какое здесь голимое прицеливание. Ну, спишем тут так же чуть-чуть на кривизну моих рук. То здесь я, конечно, сильно не уверен. На ней есть какой-то символ. Так, ну вот, ключ же есть. Использован предмет. Вот, поэтому... Вот, поэтому... Не знаю, мне кажется, не имеет смысла много оружия затаривать. Парочку самых необходимых. Снайперская винтовка. Да, мы с расстояния не стреляем. Вот гранатомёт. Это, конечно, да. Против пацанов с бензопилой, допустим. Отменить сохраняем, да. Против пацанов с бензопилой. Возможно, против боссов. Как бы, да. Снайперка. Не знаю, куда она нам сейчас воткнётся. Мне кажется, что вот абсолютно никуда нам пока она не подойдёт. Если дальше, так дальше мы ещё встретим торговца и сможем у него купить. Кстати, по пути к торговцу ещё сокровище будет. Опа. Это просто лампа? Нет. Это не просто лампа. Вот тебе, пожалуйста, и сокровище. Так, мне сюда, да? Угу, я понял. Так, здесь лестница и тупик. А здесь проход к торговцу. Где этот барыга? Опа. Хереть, как тут много всего. А я же сокровище забрал? Нет. А что тут сокровище? Вот это? Тут ничего нет. Не понял. А-а-а-а. Просто шпинель за сокровище не считается в этой игре. Элегантная заколка. Всё, теперь собрал, теперь можно двигаться дальше. Давай бежать тогда не будем. Вдруг где-нибудь ещё один шпинель пропустим. Опять барыга, здравствуй. Тебя кое-что заинтересует. Опять ты мне свою эту пытаешься показать? Не надо. Обновлены товары у продавца. Да, отстань. Так, а продать? Патроны я не буду тебе продавать. А сокровища у нас все в конце. Так, элегантная маска. Забирай красный кошачий глаз. Забирай. А-а-а, в смысле? Да, элегантная закупка. Десятка. Медные карманы и часы. Десятка. Рубин. Десятка. Шпинель четыре штуки. Есть лекарства. Ой, не, лекарство тебе не продам. Так, смотрим. Средний дипломат. Это мы уже с тобой купили. Винтовка. Не буду. ТМП не буду. Ракетницы нет. Приклад для ТМП. Оптический прицел. Винтовка. Не, не буду пока ничего из этого покупать. А вот пистолет я, пожалуй, улучшу. Темп стрельбы. Да. Отлично. Здесь у меня полностью все прокачано, да? Давай тогда ружье. Ружье. Мощность естественна. Скорость перезарядки естественна. Емкость обоймы естественна. ТМП у меня нет. Винтовки у меня нет. Но я пока и покупать не буду. А почему я дальше не могу? Дальше по прохождению, наверное, откроются, да? Допы на прокачку. Хорошо. Видишь, нету у пацана патронов. У пацана патронов продажи нету. Блин, а где у нас то сохранение-то есть ближе? О-о-о-о. Блин, а сохранение-то далеко. Времени 32 минуты. Ну, если что, развернемся. Я не хочу серию на овер дохуя затягивать. Если будет конец главы, то будет, конечно же, и сохранение. Так, обратно же я могу? Да. Обратно я могу, если что. Ну, хорошо. Пошли воевать. Вот тут нам, походу, предстоит-то месиво. Мама, не горюй. Так, вороны. Я вижу раз, два, три вороны и медальоны пошли. Раз. Два. Три. Пока не успели улететь. Ты. Ты. Не будь таким шустрым. Мне интересно. Прекрати. Ты что, пышечка? Давай ссориться, не будем? Да умри ты. Есть, хорошо. Всего двое? Не верю. Не может быть тут всего двое. Так, наверное, здесь похоронены близнецы. Этот символ немного другой. Может, для всех могил они разные? Может быть. Может быть, вполне себе. Так, восемь из пятнадцати. Девять из пятнадцати. Мне надо десять. Тогда мне дадут какое-то там супер-пупер оружие. Это я беру. Это я не... Взять? Что взять? Где-то патроны были. Они вроде же должны подсвечиваться. Так, ладно. Пошли еще могилы посмотрим. Такой символ я уже видел. Может, вид символа зависит от могилы? Может. Глубоко в душе не знаю. Есть. У нас есть десять жетонов. По идее. Мы можем уже вернуться и попробовать обменять на оружие. Потому что вроде как ему сказали десять или более. Ой. Здорово, Альеста. Воу-воу-воу. Тихо. Сразу же за гранату схватился. Ну, нифига себе, хитрожопый какой. А где еще медальоны есть? Раз-два, раз-два-три. Но, слушай, в доме ни одного нету. Поэтому мы сейчас с тобой все заберем. Пойдем к торговцу и там сохранимся. А потом, в следующей серии, мы уже с тобой пойдем в дом. Потому что я не знаю, как долго у нас в доме там что будет происходить. Чтобы просто в серию влезть. Здорово. Да ну в динамит же тебе стреляй! Юб! Ты только в каких-то определенных случаях взрываешься, когда тебе в динамит стреляешь? Или где? Ты же динамит. Ты должен и так, и так взрываться. Всегда. Три символа близнецов. Кажется, диск поворачивается на три или на четыре деления за раз. А, че? И что? В чем прикол? А-а-а! Ну, выход. Раз. Все, я понял. Так, смотри. Нам надо что? По частям? Или как? Получается, раз, два, три. Как-то назад же он не поворачивается. Блин. 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 Три символа близнецов. Три символа близнецов. Это нам надо на могилах найти, получается, три символа близнецов. Да, правильно понимаю? Хороший, интересно. Подожди, мы сначала сходим еще за тремя медалями. Да, ну не, ну не сейчас. Леон, вы уже в церкви? Да, вроде того. Леон, вы выбрали самый долгий путь к церкви? Торопитесь, если, наверное, внутри здания, спасите ее. Скорее. У меня нет никакого таймера, идешь ты нахуй. Когда хочу, тогда я иду ее спасать. Ты еще одна бабища тут орет на меня. Чего вы все на меня взъелись-то? Я вам что сделал? Ох, ебать, прыгунки какие. Как, один последний патрон остался? Да ладно. Это плохо. И тот промазал, прикинь. Так, 13. 14. Ты, 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 ты зачем это делаешь? Почему? Охренеть, он начал быстро стрелять. Зачем? Непонятно. Я не спец... Я ничего не нажимал. А где... А где еще один медальон? Не понял. Серьезно, а где еще один медальон? Ииии! Есть, охуеть! Еще змеи мне, блять, тут не хватало. Так. Закрытие церкви. У нас два беглеца. Первостепенную важность представляет Луис. За ним следует американский агент. То, что Луис украл у нас, значит гораздо больше, чем девочка. Без похищенного предмета она нам не нужна. Мы должны вернуть его, чтобы закончить то, что планировали. Если предмет попадет в чужие руки, то мир не станет таким, как видит его лорд Садлер. Нужно вернуть его любой ценой. Кроме того, не стоит забывать и о девчонке. Чтобы быть уверены в том, что агент не доберется до нее, я запер двери церкви, в которой мы ее держим. Каждый, кто захочет попасть в церковь, должен сначала получить разрешение у лорда Садлера. Ключ находится у озера, и там он надежно спрятан. Так как лорд разбудил Дель Лага, никто не пересечет озеро живым. В венах агента течет наша кровь, поэтому его приход к нам лишь вопрос времени. А когда он будет с нами, уже никто не придет на поиски девчонки. Так, идете нахуй, с вами я никогда не буду. Никогда я с вами не буду. Где ж ты нахуй, змея? А, вот ты где. Ну все, пошли. Пошли у нас уже 40 минут, пошли быстренько к торговцу. И там уже потом разберемся. Но в церковь мы, получается, не попадаем никак. Как это сокровище открыть, я не знаю. Будем с кладбищем потом разбираться уже. Мне кажется, что это надо просто могилы поизучать. Именно могилы близнецов. То есть, это вот посмотреть. Это М. Это галочка. И это М-галочка. И вот эта хуйня. Ну, пошли заберем. Блин, чуть-чуть задержимся. М-галочка. И вот эта хуйня, которая зигзаг, буковка С. М-галочка, зигзаг. Просто мне кажется, что тот камешек, который внутри, он стоит десятку. Так, давай. Хорошо. Блин, какие три? А, ну ладно. Так, четыре. 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 Блин, а как мне сейчас туда-то попасть? Я сейчас все просто повключаю и все. Так, теперь три. Есть, отключили. Теперь три. Теперь четыре. Еба, головоломка. Э-э-э. Еба, ну, с нее подожди, стой. Так, а если на четыре сразу? Теперь три. А, я на М не попадаю. А как мне на М попасть? Нет, серьезно, а как мне на М попасть теперь? Ой, да я ебу, что ли. Потом, когда-нибудь. Загуглю в конце концов, комментарии прочитаю. Не знаю, я хочу сейчас пойти сохраниться и получить оружие обещанное от торговца. Где там сейф? Вот он сейф. Побежали, бегом. 42 минуты. Охереть, не встать. Мне нужен торговец. Я понял, какой шифр. Это М, галочка и С. Единственное, что мне надо понять, каким образом мне с помощью переключения рычагов на три и на четыре попасть в эти символы. Так, чтобы светились только они. То есть я могу прыгать по остальным символам, но мне необходимо будет их отключить. Велком. Да, знаю я. Так, у меня появились редкие товары незнакомец. Отлично, незнакомец. Я вижу, вы собрали достаточно медальонов. Как я и обещал, я дам вам особое оружие. Вы можете забрать его, не беспокойтесь о деньгах. Это за мой счет. А где? Каратель. Ты мне пистолет дал? Серьезно? Еще и который прокачать нельзя? 1,2 0,4 1,47 13 1,1 0,4 1,7 10 Ну и нахуй ты мне его дал? Пиздец! И стоило ради этого медальки собирать? Его еще что-то и прокачать нельзя. А что в нем такого козырного? Что он каратель называется? Что он черный? Или что у него установлен лазерный прицел? Что тут? Какого-то уже вот тут? Короче, я расстроен, я разочарован, я спешил к этому оружию, я так хотел, прям сильно дико, но к сожалению нет. Ладно, ребятушки, на этом у нас все, встретимся уже в следующей серии, если интересненько обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось, с тобой был Роман и до новых игр.